Давайте сначала разберемся, как подобные проблемы можно решить средствами языка C. В языке C отсутствуют шаблоны, и вместо шаблонов там используются макросы. Стоит отметить, что в языке C отсутствуют классы, и точно такой же проблемы там не возникает. Однако там возникают похожие проблемы, связанные с определением структур и функций. Как решить нашу проблему, проблему дублирования кода, при помощи макросов? Давайте вместо того, чтобы по отдельности определять классы arrayint и arrayfloat, мы определим макрос, который будет раскрываться в определении соответствующего типа. Мы определим макрос, называемый defineArray. У этого макроса будет два параметра. Name — это имя класса, который тут будет определяться, и type — тип хранимого элемента. Данный макрос будет раскрываться в код, соответствующий определению класса динамического массива. То есть это будет код, который аналогичен коду класса arrayint, только вместо arrayint везде будет подставлено слово name, а вместо типа элемента, который хранится в динамическом массиве, будет подставлено слово type. Теперь, если мы где-то захотим определить класс динамического массива, хранящего элемента типа int, нам надо будет написать defineArray, указать имя класса динамического массива, в данном случае arrayint, и имя типа хранимого элемента. Данная строчка будет раскрыта при процессорах в определении класса arrayint, класса динамического массива, который хранит элементы типа int. Аналогично, если мы захотим определить классы для хранения элементов типа float, надо будет написать defineArray, arrayflt от float. Дальше эти классы можно использовать так же, как если бы они были объявлены без использования макросов. То есть мы просто применяем переменную типа arrayint, переменную типа array float, что-то с ними делаем, и все будет работать. То есть мы за счет использования макросов избежали дублирования кода. Мы взяли код массива, превратили его в макрос, и таким образом сам код у нас присутствует только в одном экземпляре, то есть непосредственно в виде макроса. Такой подход, в принципе, вполне рабочий, но он обладает одним большим минусом. Дело в том, что макросы, как я рассказывал, это подстановки на уровне текста. То есть при такой подстановке не проверяется, например, что сюда был передан правильный с точки зрения C++ идентификатор. Не проверяется, что второй параметр — это действительно имя типа. Все ошибки возникнут на этапе уже непосредственной компиляции, и их будет очень сложно отлавливать, потому что эти ошибки будут не в том коде, который вы написали, а в том коде, который получился из вашего кода после припроцессора. Такие ошибки отлавливать довольно сложно, и на компиляции это будет выглядеть все очень неудобно. Поэтому в C++ ввели шаблоны. Мы об этом поговорим на следующем слайде. Здесь я хотел бы упомянуть еще один технический момент. Он связан с тем, что все макросы должны быть однострочными. Но наш макрос здесь многострочный. Для того, чтобы показать, что это все одна строка, здесь используется символ слэша. То есть в конце каждой строки определения этого макроса используется слэш для того, чтобы показать, что следующая строка является продолжением предыдущей. То есть с точки зрения компилятора это все одна большая строка. Весь большой макрос, он с точки зрения компилятора приставляется в одну инструкцию определения макроса, который заменяет строчку define array на длинную строку, соответствующую определению класса.